Приветствую всех зрителей и подписчиков. На канале Максимум самые актуальные новости и резонансные события в Казахстане. Смотрите в этом ролике. Казахстан в списке авторитарных стран, а вот Кыргызстан нет. Кто еще составил кампанию Казахстану и почему? Просьба ускорить эту работу. Есть. Терпение кончается. Казахстан замер в ожидании изменений. Такаев сделал ряд поистине сенсационных заявлений и, судя по всему, запустил обратный отчет для нынешнего состава правительства. Обманутые граждане требуют привлечь к ответственности распространителей ложной информации. В Алматы люди реально повелись на рассылку о бесплатной одежде. Об этом не только. Прямо сейчас на канале Максимум. Касым Жамар Тукаев сделал ряд громких заявлений, которые, возможно, окажут положительное влияние на состояние дел в стране. Так он потребовал ускорить оказание помощи пострадавшим в авиакатастрофе самолета авиакомпании Бекер и решить проблемы, из-за которых в последнее время участились акции протеста в Казахстане. Такие поручения дал президент страны. Подробности в этом сюжете. На первом в этом году заседании правительства с участием Касым Жамар Тукаева выговоров и увольнений не было. Хотя критика все же звучала, но та глава государства дал шанс своим подчиненным исправить недостатки в работе. Это было сказано в самом конце большого собрания. Началось все, как обычно, с докладов членов Кабмина. Затем самое интересное. Тукаева интересовали ситуации вокруг народных проблем. Одной из значимых тем стало крушение самолета Бекэйр в конце прошлого года. Ко мне поступают письма от пострадавших. Они не получают компенсацию, денежную компенсацию. Люди лежат в больницах. Некоторые оказались нетрудоспособными. Просьба ускорить эту работу. Люди, которые пострадали, должны получить помощь от правительства и от местных исполнительных органов. Я обращаю внимание Акимов на этот вопрос. В ближайшее время, пожалуйста, решите данную проблему. Другое поручение коснулось уже всего правительства. В кратчайшие сроки Тукаев поручил решить проблему с автомашинами, ввезенными из Армении и Кыргызстана. Простить растаможку президент не обещал, но дал отсрочку автовладельцам иномарок. Для разрешения данной проблемы правительству в месячный срок, в разовом порядке, следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года, гражданами Казахстана и стран Евразийского экономического союза для личного пользования. До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет. Либо вывезти его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное законодательством действие. Президент также рекомендовал не тратить бюджетные деньги на праздничные мероприятия. Это прозвучало после отчета главы Восточно-Казахстанской области о затратах на 175-летие казахского поэта Абая Кунанбаева. Планировалось выделить 20 миллиардов тенге. Это примерно 53 миллиона долларов. Президент напомнил и о том, что государственные средства, то есть налоги, это народные деньги. Поэтому поддерживать, например, банковский сектор необходимо на рыночных условиях, без участия бюджетных денег. Токаев призвал чиновников экономить и на покупке дорогих авто для коструктур. Он предложил вести мораторий на приобретение недешевого автотранспорта для руководителей ведомств, а также на проведение конференций и семинаров для госслужащих. Дорогие друзья, прежде чем продолжить, хочу сказать вам, что на моем новом канале «Максимум фактура» залил новый ролик. Как вы знаете, образовался конфликт между Путиным и Лукашенко на, скажем так, нефтяной почве. «Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам высшей мировой. Где такое видано?» Дело дошло до того, что Белоруссия собирается отказаться от российской нефти и собирается покупать черное золото, в частности, и у Казахстана. «Мы найдем эту нефть в другом месте, что мы и делаем, и нашли». О причинах такой вражды, собственно, в этом ролике. Ссылка на него в описании этого ролика, а также в левом верхнем углу экрана. Как раз вот здесь. А, вот и она. Переходите по ней, смотрите видео на канале «Максимум фактура», подписывайтесь на него и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о появлении новых роликов на канале. А они и будут. Простая подписка такой функции не выполняет. Спасибо, а мы продолжаем. Десятки женщин в Алматы, поверивших в рассылку о бесплатной одежде, требуют привлечь к ответственности распространителей ложной информации. Благотворительная акция на рынке, куда 24 января прибыли десятки людей, не застоялась. Владельцы рынка говорят, что не планировали никакой акции. Женщины, прибывшие на рынок в надежде на благотворительную акцию, разочарованы. Они поверили в рассылку о бесплатной раздаче одежды нуждающимся. Как выяснилось, зря. Благотворительная акция на рынке. Многодетные матери получили сообщение через мессенджер WhatsApp. На видеозаписи неизвестный мужчина приглашает в пятницу на благотворительную акцию на рынок Кар-Сити. Администрация торгового центра сообщила, что информация ложная. Не поверившие этому люди зашли внутрь. В администрации говорят, что женщины приходят вот уже несколько дней. В течение трех дней я уже людям объясняю, что это дезинформация, что здесь у нас нету, то есть никто не раздает вещи. Ни один бутик, вот вы сейчас пройдите, даже посмотрите, ни один бутик не занимается благотворительностью, не раздает вещи, а только продает автозапчасти. В Ауэзовском районе Макимати сказали, что полиция уже занимается поиском авторов и распространителей видеозаписи. Управление полиции занимается, следователи занимаются розыском тех лиц, которые распространяли видео. На аналогичную рассылку отреагировали в Уральске, где тоже есть торговый центр с таким названием. Это не первый случай распространения недостоверной информации. В сентябре женщины поверили в рассылку о предоставлении финансовой помощи нуждающимся в одном из алматинских ресторанов. Полиция тогда сообщила о расследовании. Чем оно завершилось, неизвестно. В Уголовном кодексе Казахстана за распространение заведомо ложной информации предусмотрен крупный штраф, несколько миллионов тенге и лишение свободы до 7 лет. По официальным данным, в прошлом году по этой статье завели 81 дело. Аналитическое подразделение британского журнала The Economist опубликовало ежегодный индекс демократии. При оценке уровня демократии следователи учли 60 ключевых показателей. Однако основными критериями были избирательный процесс, плюрализм, деятельность правительства, гражданские свободы и политическая культура. Исследование охватило 196 стран мира. В индексе они подразделены на 4 группы. Полная демократия, недостаточная демократия и гибридные и авторитарные режимы. В сравнении с 2018 годом в странах Центральной Азии ситуация существенным образом не изменилась. Как и прежде, у Кыргызстана показатели лучше, чем у других стран региона. Страна попала в группу гибридных режимов и расположилась на 101 строчке. Годом ранее страна была на 98 месте. Казахстан продвинулся на 5 позиций выше, на 139 место. Однако страна не смогла выбраться из группы авторитарных режимов. Здесь же на 157 месте расположился Узбекистан. За год страна опустилась на одну позицию. Таджикистан с похожими показателями расположился на 160 месте, а вот Туркменистан, как и в прошлом году, на 162 месте. По мнению эксперта Московского центра Карнеги Тимура Умарова, ситуация с демократией в регионе вряд ли изменится. На примере Узбекистана он рассказал, что развитие демократических свобод не входит в приоритет властей Центрально-Азиатских республик. Прорывов ждать не стоит. Об этом, мне кажется, открыто даже заявляет руководство Узбекистана, в частности. Большой упор делается на экономические реформы, на либерализацию экономических сфер жизни. Например, в этих парламентских выборах не было никаких независимых кандидатов. Все кандидаты были от пяти партий, которые уже представлены в парламенте. Что касается создания новых партий, это пока практически невозможно. Это, конечно, отражательно. Политически Узбекистан любит стабильность. Да, вот это пресловутое чистое не обнут головой. Так все, я думаю, и продолжим. Таджикистан занял место в самом низу индекса демократии. Страна признана государством с авторитарным режимом. Ниже в списке только закрытый Туркменистан, Северная Корея, Сирия и несколько стран Африки. Почему Таджикистан находится в таком положении? И что о самом индексе думают местные политологи? Таджикистан в рейтинге демократии занимает 160 место. Такой индекс 2006 года ежегодно проводят в Economist Intelligence Unit. Оценка проводится по таким критериям, как развитие политических и социальных институтов, уровень жизни и развитие экономики. Из центральноазиатских стран в красном списке только Таджикистан и Туркменистан. А вот соседний Узбекистан, который в рейтинге несколько лет назад был отмечен красным цветом, посветлел до оранжевого, что говорит не в пользу Таджикистана. Бывший замдиректор Центра стратегических исследований при президенте страны не согласен с такими показателями. По его словам, авторы исследования не могли правильно оценить уровень демократии, ведь для этого нужно обязательно приехать в страну, провести анализ уровня безопасности, результатов выборов, развития политических партий и активность гражданского общества. Во-первых, есть закон инерции. Вот когда-то об этом говорили по конфликтам в Таджикистане. И, наверное, это еще идет и долго будет идти. И это, конечно, неправильно. На красной зоне мы давно уже не находимся, на желтой даже не находимся, потому что почти все вопросы, которые относятся к демократии, у нас решаются, развиваются. Есть изменения, есть продвижения, есть достижения. Политолог Рашид Гани Абдулло считает, что сравнивать Таджикистан со странами Запада нельзя. Оценивать уровень демократии здесь нужно совершенно по другим критериям, то есть по уровню стабильности государства и территориальной целостности. Мы имеем в виду состоявшееся государство. Что есть состоявшееся государство? Хотя бы то, что решения, принятые, скажем, на уровне правительства, они, в принципе, выполняются вплоть до самого последнего района. Страна не стала полем противостояния великих держав в современности. Политолог Шокирджон Хакимов считает, что положение Таджикистана в индексе полностью обосновано. Хотя в стране формально есть все институты, присущие демократическому режиму, а их деятельность закреплена Конституцией и законами, приняты международные нормы. Но фактически СМИ сегодня полностью под контролем государства. Экономика не развивается из-за высокого уровня коррупции. Формально все политические партии зарегистрированы. Но поскольку нет реальной конкуренции между политическими партиями, и выборы пока не стали критерией определения расстановки политических сил, то и выборы фикция, а политический плюрализм превращен в фарс. Таджикистан традиционно уже многие годы в большинстве международных рейтингов по развитию демократии и гражданского общества, свободе слова и вероисповедания, уровню жизни населения, доступа к продовольствию и интернету находятся в самом низу. Несмотря на то, что власти страны регулярно говорят о всестороннем развитии, по рейтингам видно, что это не так. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Делитесь этим роликом в своих соцсетях, ставьте лайк, активно комментируйте освещенные в нем события, подписывайтесь на канал, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о появлении новых видео на канале Максимум. Простая подписка такой функции не выполняет. Будем на связи. И помните, не все так просто, все гораздо проще. Субтитры сделал DimaTorzok